Севастопольские общественники Украинского кандидата в президенты Владимира Зеленского Вот начало этого видео, опубликованного на канале Х-69 Я обращаюсь к губернатору Севастополя Дмитрию Овсяникову Мы обнаружили неточности в вашем отчете президенту России Возникло много вопросов Вызываем вас на открытое интервью перед народом Севастополя Все телеканалы имеют право транслировать интервью без монтажа и купюр Все журналисты имеют право задавать вопросы Если вы думаете, что я сольюсь или переобуюсь, то вы ошибаетесь В этом случае можно даже не сдавать анализы Приходите в любом состоянии Это интервью должно стать по-настоящему открытым и прозрачным отчетом работы за последние пять лет Вы критикуете своих же подчиненных за долгие ответы населению Покажите мастер-класс, дайте свой ответ в течение суток Ваш пресс-секретарь Григорий Булов знает, как с нами связаться Я не буду полностью повторять аргументы севастопольцев Но часть фрагментов использую Начну с выступления Овсяникова в Кремле, на которые сани и ссывались Дмитрий Владимирович, пожалуйста Уважаемые коллеги, с момента исторического возвращения Севастополя в состав Российской Федерации Город получил мощный импульс Переходим к цифрам Вот что рассказал губернатор Дмитрий Овсяников, президенту России Владимиру Путину О среднем и малом бизнесе в Севастополе Активно развивается малый и средний бизнес Свыше 47 тысяч работников заняты в этом секторе экономики А налоговые поступления только за прошлый год выросли на 43% Мы сейчас находимся на пятом километре, на вот таком своеобразном рынке Встретили здесь предпринимателей И вот, что они говорят о тех цифрах, которые докладывал губернатор президенту Ребятки, а вы не хотите снять, как тут товар закидывают без вопросов, без разговоров? Просто в машину, просто в машину закидывают Никаких протоколов, ничего Какой товар? Вот, все бабушки, которые стоят, мест нам на рынке не дают А товар просто схватают и закидывают Приходит машина Выбегают 6 человек Все схватывают, буквально абсолютно все И забрасывают машину Ого Чтобы не торговали на этой площади Чтобы не торговали, 20 лет здесь торговали Дайте нам место, мы уйдем Дайте нам место, выделите нам место А получается, что и мест не выделяют И просто-напросто нагло забирают товар и забрасывают машину Не позволено все здесь забирать Не торговать запрещено А не возможно, куда не увозится Вы как думаете, вот для малого и среднего бизнеса Свободнее стало дышать севастопом? Нет, не свободно Абсолютно не свободно Потому что зажали полностью Давайте обратимся к свежим данным Которые опубликовал человек Чья деятельность заключается в защите прав предпринимателей В 2018 году количество предприятий Индивидуальных предпринимателей Которые прекратили свою деятельность Составило свыше 3,5 тысяч человек Это почти на четверть больше, чем в 2017 году Таковы данные севастопольского уполномоченного По правам предпринимателей Тимофея Смирнова Который он публикует в годовом отчете Если на протяжении 2017 года В городе Севастополе прекратили свою деятельность 2875 субъектов хозяйствования В том числе 227 юридических лиц И 2648 индивидуальных предпринимателей То в 2018 году количество субъектов Прекративших свою деятельность Выросло и составило 3537 В том числе 614 юридических лиц И 2923 индивидуальных предпринимателя То есть Овсяников нагло врал президенту Как и было сказано ранее Но можно ли верить журналистам Вдруг они очарняют прекрасного управленца? Я поискал оригинал отчета Смирнова И выяснил, что журналисты написали правду Отчет реален и там на странице 16 Написано именно то, что процитировали журналисты А на следующей 17 странице тоже сказано неприятное для главы Севастополя Прямо противоположная тенденция наблюдается в соседнем регионе В Краснодарском крае Где прослеживается стабильный рост субъектов предпринимательской деятельности То есть регионы соседние, а тенденции противоположные Потому что в Краснодарском крае нет молодых технократов Под чутким руководством Овсяникова Вот еще из того же отчета Весомая доля обращений посвящена сфере торговой деятельности На территории города Севастополя В частности, причиной для направления в адрес уполномоченного Указанных обращений явилось повышение размера оплаты За размещение нестационарных торговых объектов Минимум в 3, максимум в 12 раз Размер этой платы был повышен правительством Овсяникова Путем принятия двух постановлений Сейчас они стали предметом судебного разбирательства Такое вот активное развитие, о котором Овсяников не моргнув глазом, лгал Путину Едем дальше Два года, более чем два раза сократилось число субъективных случаев дорожно-трассных происшествий А как на самом деле обстоят дела? Обращаемся к данным, открытым и актуальным с сайта Росстата России по Крыму и Севастополю Только не в относительных цифрах, а в абсолютных Ведь речь идет о жизни каждого человека За время правления Овсяникова городом число ДТП увеличилось Так, в 2017 году было 285 происшествий В 2018 уже 306 И это только с января по июль Число погибших на 10 человек стало меньше Но это никак не в два раза Хотим подчеркнуть для объективности, что показатели за 2018 год у нас с января по июль Но даже этих цифр достаточно, чтобы понять, что аварийность на дорогах у нас не сокращается, а наоборот увеличивается Более чем в два раза сократилось число субъективных случаев дорожно-трассных происшествий Как вы оцениваете уровень безопасности на дорогах Севастополя? Он очень стал напряженный за эти пять лет А почему? Потому что машина добавилась Здесь уступают? Мне нет Не уступают вам? Мне не уступали сегодня На пешеходных переходах? Да Жесть Как такое может быть? Видимо, бывает В нашем белокаменном А, приезжают, которые к нам сюда с чужими номерами? Им бы не мешало Они даже не покажут ни поворот, ничего Преврал губернатор? Преврал Видимо, это патология какая-то Ведь смертность на дорогах и вправду снизилась Но так хочется озвучить какой-то крутой показатель Типа в два раза Этот момент многое говорит о личности говорившего Теперь перейдем к вопросу безработицы Все эти годы в Севастополе сохраняется один из самых низких показателей уровня безработицы 0,2% Причем количество занятых, численность занятых в экономике выросла за пять лет на 15% Снова вранье Вот свежие данные от агентства РИЕ-рейтинг По данным экспертов, в топ регионов с самым низким уровнем безработицы входит Москва 1,2% Санкт-Петербург 1,4% Ямало-Ненецкий автономный округ 2,2% Хабаровский край 2,5% Ханты-Мансийский автономный округ Югра 2,5% И Московскую область 2,6% Вот это самые низкие Овсяников на голубом глазу утверждал, что в Севастополе сохраняется один из самых низких показателей На самом деле он средний по России С тенденцией к ухудшению Севастополь находится на 36 месте с показателем 4,8% Что соответствует среднероссийскому уровню Согласно оценкам экспертов, в городе приходится 366 безработных на 100 открытых вакансий При этом уровень безработицы в Севастополе за год вырос на 0,7% Полагаю, приведенных примеров достаточно Жаль, президент не смотрит наш канал Иначе, наверное, все-таки принял бы управленческое решение насчет Овсяникова Не откладывая А пока решения нет, молодой технократ будет ухудшать ситуацию в Севастополе и дальше Это печально, но это факт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова